Григорий Алексеевич Скребицкий родился в 1903 году в Москве, в приюте. Когда мальчику исполнилось 4 года, его усыновила Надежда Николаевна Скребицкая. С приёмными родителями Грише повезло. Мальчик был окружён заботой и любовью. Отец был охотником и рыболовом, человеком, который любил, знал и понимал природу. Эту любовь он сумел передать приёмному сыну. Первый рассказ Скребицкого «Ушан» появился, когда ему было 37 лет. Это история о маленьком зайке, которого подобрал в лесу мальчик Юра. Жаль ему стало, что может замёрзнуть бедняга. Быстро подружился зайка с другими обитателями дома, собакой Джеком и котом Иванычем. Самые известные произведения писателя «С ружьём и без ружья», «Про наших птиц», «Лесное эхо», «Весёлые ручьи», «Друзья моего детства», «Листопадник», «Лесной голосок». А теперь внимательно послушайте отрывок из сборника «Рассказы охотника». Раз со мной на охоте произошёл такой случай. Отправился я на охоту за зайцами. Через час нашли мои собаки в лесу зайца и погнали. Я встал на дорожке и жду. Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а заяц всё не выбегает. Куда же он девался? Подождал, подождал я и пошёл на полянку посмотреть, в чём дело. Кляжу, носятся мои собаки по кустам, вокруг пней, нюхают землю, никак в зайчих следах не разберутся. Куда зайцу на поляне спрятаться? Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом случайно глянул в сторону, да так и замер. В пяти шагах от меня на верхушке высокого пня притаился заяц. Глазёнки так и впились в меня, будто просят. Не выдавай меня собакам. Стыдно мне стало убивать зверька. Опустил я ружьё. Отозвал гончих. Пошли мы других зайцев искать. А этот трудный экзамен на хитрость сдал. Пускай живёт. Зайчат уму-разуму учит. Итак, этот рассказ о зайце. О том, как ему удалось спастись от беды. Автор показывает зайца находчивым и сообразительным. Он обхитрил собак и спас свою жизнь. Заголовок «Хитрый заяц». Теперь составим план по первой части фрагмента. «Раз со мной на охоте произошёл такой случай. Отправился я на охоту за зайцами. Через час нашли мои собаки в лесу зайца и погнали». Я встал на дорожке и жду. Заголовок «Собаки выследили зайца». Читаем вторую часть. Гоняют зайца собаки по лесной вырубке, а зайц всё не выбегает. Куда же он девался? Подождал, подождал я и пошёл на полянку посмотреть, в чём дело. Гляжу, носятся мои собаки по кустам вокруг пней, нюхают землю, никак в зайчьих следах не разберутся. Куда зайцу на поляне спрятаться? Заголовок «Заяц пропал». Читаем третью часть. «Вышел я на середину полянки и сам ничего не пойму. Потом случайно глянул в сторону, да так и замер. В пяти шагах от меня на верхушке высокого пня притаился заяц. Глазёнки так и впились в меня, будто просят, не выдавай меня собакам». Заголовок «Не выдавай меня». Читаем последнюю часть. «Стыдно мне стало убивать зверька. Опустил я ружьё, отозвал гончих. Пошли мы других зайцев искать, а этот трудный экзамен на хитрость сдал. Пускай живёт, зайчат уму-разуму учит». Заголовок «Заяц экзамен на хитрость сдал». В тексте нам встретились орфограммы. Безударное окончание существительных, безударное окончание глаголов, безударные гласные в корне, правописание «не» с глаголами, правописание «тся» и «тся» у глаголов, повторимых, чтобы не допустить ошибок в изложении. Итак, для проверки безударные гласные в корне нужно подобрать однокоренное слово, чтобы безударное гласное стало ударной. Деревье — дерево. У существительных окончание «е» пишется у существительных первого склонения в дательном и предложном падежах, у существительных второго склонения в предложном падеже, окончание «и» пишется у существительных первого склонения в родительном падеже, У существительных третьего склонения и у существительных на «и я», «и е», «и» в родительном, дательном и предложном падежах. Родине. Первое склонение — дательный падеж. А лесе. Второе склонение — предложный падеж. Нет матери. Третье склонение — родительный падеж. У акации заканчивается на «и я». Окончание глаголов зависит от спряжения. Глаголы первого спряжения имеют личное окончание. У, ю, еш, ёш, ет, йод, ем, ём, ети, йоти, ут, ют. Например, «думает» — окончание «ед» — первое спряжение. «Зеленеют» — окончание «ют» — первое спряжение. Глаголы второго спряжения имеют окончание «у», «ю», «иш», «ид», «им», «ите», «ат», «яд». «Красит» — окончание «ид» — второе спряжение. «Пилят» — окончание «яд» — второе спряжение. Нужно помнить, если глагол отвечает на вопросы «что делает», «что делают», то этот глагол стоит в третьем лице, и в нём перед «ся» мягкий знак не пишется. «Песня» — «что делает» — слышится третье лицо. В вопросе нет мягкого знака, значит, и у глагола не будет мягкого знака. Если глагол отвечает на вопросы «что делать», «что сделать», то это глагол в неопределённой форме, и в нём перед «ся» мягкий знак пишется. Необходимо «что делать» — «трудиться». В вопросе есть мягкий знак, и у глагола будет мягкий знак. Внимание! В цитируемом тексте идёт повествование от лица автора, то есть от первого лица. Изложение нужно написать «от третьего лица». Субтитры создавал DimaTorzok